Привет, друзья! Рад приветствовать вас на этом канале. Меня зовут Кирилл, и здесь мы изучаем английский язык. Сегодня поговорим о полезной конструкции Make someone do something и её особенностях, возможных ошибках при употреблении и, конечно же, хорошенько попрактикуемся. Давайте прежде всего разберём эту конструкцию на составные части. У нас есть глагол make, который будет согласовываться с подлежащим и должен быть поставлен в соответствующую вашей мысли временную форму. He makes – настоящее время, he made – прошедшее, he will make и так далее. После глагола make употребляется объект, то есть тот, на кого направлено действие, тот, кого заставляют делать что-то. Это может быть существительное, например, the dog, может быть имя, например, John, а может быть местоимение в нужной форме. He makes me – он заставляет меня. He makes her – он заставляет её. He makes him – его. He makes us – нас. He makes you – тебя или вас. He makes them – их. Make someone do something значит прежде всего заставить кого-то делать что-то, сделать так, чтобы кто-то делал что-то. Мои родители заставили меня учить английский. My parents made me learn English. От этой песни я всегда плачу. Эта песня заставляет меня плакать. This song makes me cry. Обратите внимание, мы употребляем глагол в начальной форме, без частицы to. Мы не говорим this song makes me to cry. Мы также не говорим this song makes me crying. Мы просто используем cry или любой другой глагол без окончаний и без to. Также следует отметить, что на русский язык такая конструкция не обязательно переводится как «заставлять кого-то делать что-то». И сейчас мы убедимся в этом на практике. Давайте немного потренируемся. Он знает, как рассмешить меня или заставить меня смеяться. He knows how to make me laugh. Счастливые концовки в фильмах всегда заставляют меня плакать. Happy endings always make me cry. Его родители никогда не заставляют его убирать свою комнату. His parents never make him clean his room. Гарри Поттер заставил меня поверить в волшебство. Harry Potter made me believe in magic. Я не могу уговорить или заставить мою жену играть со мной в компьютерные игры. I can't make my wife play video games with me. Как всегда, в английском есть один интересный момент. Он для тех, кто хорошо понял весь предшествующий материал. Если предложение употребляется в пассивном залоге, тогда структура конструкции немного меняется. И выглядит она вот так. To be made to do something. Например. I was made to show my passport. Меня заставили показать паспорт. Видим, что, во-первых, отсутствует объект после глагола make. Ведь мы уже сказали, на кого направлено действие. I was made. И, во-вторых, после глагола make употребляется инфинитив с частицей to. I was made to show my passport. Но это происходит только в пассивном залоге. Еще несколько примеров. Мне пришлось ждать. Меня заставили ждать два часа. I was made to wait for two hours. Его заставили вернуть долги его бывшей жены. He was made to pay off his ex-wife's debts. И еще одна вариация нашей сегодняшней конструкции. To make someone плюс прилагательное. Это значит сделать кого-то таким, как прилагательное. Например. Моя жена делает меня счастливым. My wife makes me happy. Этот фильм заставляет меня грустить. Быть грустным. This movie makes me sad. Мой начальник нервирует меня. Заставляет меня нервничать. My boss makes me nervous. Эти джинсы меня полнят. Дословно заставляют меня выглядеть толстоватым. These jeans make me look fat. Он заставляет собаку нервничать. He makes the dog nervous. Подводим итог. Конструкция make someone do something значит заставлять кого-то делать что-то. Употребляется с глаголом в начальной форме без частицы to. She makes me laugh. Ее разновидность конструкция make someone плюс прилагательное. Значит делать кого-то плюс значение этого прилагательного. She makes me happy. Попробуйте перевести следующее предложение на английский язык. Эта книга заставила меня плакать. Его шутки всегда заставляют меня смеяться. Они никогда не заставляют своего сына делать домашнее задание. Надеюсь, этот урок вам понравился. Если это так, пожалуйста, поставьте лайк и напишите комментарий. Не забудьте попрактиковаться внизу в комментариях. Ссылки на все полезные материалы смотрите под этим видео. С вами был Кирилл. Спасибо за то, что остаетесь со мной. Скоро увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok